Уже более недели глава республики Башкортостана Радий Фарыч Хабиров находится в Москве. Уже сразу множество источников говорят о том, что он находится на карантине перед аудиенцией у президента страны Владимира Путина. Якобы целая группа депутатов, губернаторов многих регионов, у которых в этом году в сентябре заканчивают свой срок, ждут от него отмашки для участия на следующих выборах. В соответствии с этим хотелось бы подвести некоторые итоги шестилетнего пребывания Радия Хабирова в нашей республике. Мы начинаем серию этих передач, и первой гостью нашей сегодня будет руководитель ОНО, информационно-аналитический центр Делара Гундерова. Здравствуйте, Делара Загурова. Здравствуйте, Рамиль. Все-таки, да, получил он фактическое добро, как мы понимаем. Все-таки получил. Ну, более недели находится уже там, наверное, все-таки мы понимаем, что там антиковидный режим, как у главы нашей страны, поэтому, скорее всего, так. Но, тем не менее, во всяком случае, источники утверждают так, и при этом они разного характера. Наверное, начнем, вернемся в 18-й год, когда, скажем так, в один момент, накануне праздника Дня Республики Рустам Закеевича Хамитова снимают с должности, и на следующий день нам присылают Радия Хабирова. А хотел ли он в тот момент в республику, как вы считаете? Или он рассчитывал какую-то федеральную должность? Ой, это даже не то, что хотел. Я уже потом позднее еще раз получила это подтверждение. Во-первых, звонок раздался. Аккурат 11-го от Фахрединова, это был его близкий друг, который с радостью в голосе сообщил, мы возвращаемся. А, это Иршат Юнирович? Да, именно от него. И он прям вот, мы возвращаемся. Это была такая вот, его, скажем так, еще не была официально объявлена вот эта вот радостная новость. Вот первое. А второе, я уже позже узнала, что практически год велась работа, устраивали здесь митинги, акции и так далее, и так далее, для того, чтобы, ну, скажем так, создать шаткость Хамитову. Собственно, его появление здесь было ожидаемо. А потом еще раз, да, общаясь уже с ближним кругом ради Фаридовича. Но они мне подсвечивали, что уже летом, к концу лета было точно известно, что он переходит в республику Башкортостана. И, собственно, это был просто вопрос времени. Ну, ходили ведь одновременно слухи, что, скажем так, команда Хабирова или тех людей, которые его поддерживали, они обошли на повороте самого Кириенко и успели документы внести к войну сразу напрямую, чем вызвали раздражение у Кириенко. Вы такие слухи слышали? Да, я слышала эти слухи. И, собственно, они не противоречат друг другу, да. То есть чувствовал себя Хабиров уверенно. И даже когда его убирали тогда с управления внутренней политики, я ведь тоже наблюдала за этим переходом. Переход был странный, и вдруг он всплывает буквально через полгода в Красногорске. То есть тогда был единственный вопрос, у тебя совсем черная метка или все-таки это переход. И когда мы его обнаружили в Красногорске, столице, да, которая владеет, вот для кого-то Красногорск кажется просто пасов, нет, это там Рублевка, это там Барвейх, там вот это все. Вот этот центровой город, который, скажем, обслуживает, да, весь Бомонта, Москвы и так далее. Весь Кремль, будем так говорить. И поэтому для меня было понятно, что он там ненадолго, а именно как прогон муниципального опыта, да, с дальнейшим стартом. И да, у него не хватало регионального опыта, чтобы метить федеральное кресло. Но забегая вперед, Рамиль, могу сказать, они не собирались и в республике задерживаться. То есть республика должна была послужить следующим трамплином на куда более высокие должности в Российской Федерации. Вот. Понимаю, потому что, тем более, что вся эта информация проходила тоже все эти годы, общаясь, скажем так, с окружением, нынешним, там, с членами командами, да, приходилось с ними взаимодействовать. Да, они все, все прямо и говорили, я говорю, спрашивал, а зачем ему сюда возвращаться, может он куда-то дальше хочет. Мне все говорили, спит и видит, хочет на белом коне. Спит и видит. Я знаю точно ребят. У меня были нефтекамские ребята, которые, кстати, вот мне тогда подсветили. Они, кстати, потом уехали и работали в Красногорске. Были открыты телеграм-каналы, тогда вот эти какие-то ватсап-каналы, на которые подписывалось очень много людей. Тогда Мурзагулов активно вел на этих каналах, ну, так скажем, как это называется, агитация, да, наверное. И прям я знаю, ну, тот же Абдрахимов, да, которого здесь я встречала, и у него был конфликт с Хамитовым, да, вдруг обнаруживается в Красногорске. Много кто. Здесь сделаем поправку и на агент Мурзагулов. И на агент Мурзагулов. Много людей, которых они вдруг начали аккумулировать в Красногорске, и, собственно, вот все эти люди, которыми я потом общалась, они прямо говорили, мы просто делали трамплин в республику. И, собственно, ребята вот эти нефтекамские, мне... Я работала в ГУББХП Агидель, где-то вот в начале осени позвонили со словами Дилара, мы скоро возвращаемся. И поэтому, когда уже Райде Фаридович был назначен на должность в Рио, да, сначала, для меня какой-то прям супернеожиданности не было. Я четко понимала, он хотел вернуться, он хотел вернуться только потому, что даже вот как он уходил из республики на негативе, ему важно было вернуться вот этим вот победителем, да, всего и везде. На этой популярности доказать народу, какой он крутой. Ну, собственно, в хорошем тогда смысле слова, а вот дальше это уже вот как сложилось. Ну, хорошо, давайте, наверное, начнем с экономических итогов вот этого, скажем, шестилетнего периода. Как вы считаете, вот общие показатели как изменились? Нам формально ведь правительство доклад... Вот завтра, вот, кстати, отчет правительства в госсобрание, да, премьер-министр должен выступать. Формально нам говорят о каком-то росте всех там показателей, там, будто ВРП, будто там инвестиции, количество и так далее. Но на самом деле дело так, как вы видите. Я всегда смотрю даже не на вот эти, скажем так, мифические показатели ВРП, кто бы понимал, как они вообще считаются, да, вот эти индексы производства, никто не понимает, откуда берутся эти цифры. Я всегда смотрю на очень конкретную цифру. Бюджет. Бюджет республики Башкортостан. И вот если смотреть прям по годам, вы должны четко понимать, что вот за прошедшие пять с половиной лет, да, вот, будем говорить, с 2018 года, мы наблюдаем следующий тренд. Вот эффект базы хамитовской, он еще работал на Хабирова года два. Железный. Это чисто даже налоговый момент, что мы налоги перечисляем позже. И последние налоги уходят, скажем, вот налог на имущество по истечению года, еще год, да, на оплату. И поэтому растущие цифры бюджета, 19-й год, 20-й год, даже 21-й год, это по крупному счету недостижение Хабирова. Это база. Это накопленная база республики Башкортостан. Привычка людей, скажем так, предъявленные им налоговые платежи за прошлый период, и они отрабатывали. А вот то, что уже начало потом с бюджетом происходить, последний у нас вот такой рост зафиксирован, конечно, в 22-м году. Но 23-й год, какой бы рост мы ни рисовали, он все-таки фиктивный. Подчеркиваю, почему. Потому что показатели бюджета, они из чего складываются? Первое. Это, собственно, налоги, неналоговые платежи и некая третья величина безвозмездные поступления. Вот даже если вы возьмете сводку Минфина. Вот раньше Минфин честно хвастался. У меня столько-то в налогах, столько-то в неналоговых. Вот прям давал полный расклад, динамику, чуть ли не помесячно, чуть ли не каждый день. Я вообще обратила, последние два года Минфин дает общую цифру. Нечем хвастать. То есть уже по квартальных отчетах нету, да? Они есть, но они общие цифры. Они не дают подробный разбив. Они дают именно потому, что я что наблюдаю? Муниципальная часть, она не растет совсем. У нас муниципалитеты, извиняюсь, жрут вдвое больше, чем получают денег. Такая же история в республике Башкортостан. Мы тратим больше, чем зарабатываем. Я понимаю, что республика на сегодняшний день поддерживает муниципалитеты и компенсирует. Ну а сама республика откуда эти деньги возьмет? И вот тут возникает вот это красивое слово безвозмездные поступления. Что это? Ну это дивиденды. Это дивиденды от той же Башнефти. Это вот та же Сода. Это, условно говоря, те торги с нашими предприятиями, которые проходят, скажем так, в кулуарах. Но можно ли, планируя бюджет, на это рассчитать? Да нет, конечно. Потому что если твой визави, твой налогоплательщик, за которым ты, извиняюсь, должен охотиться и заставлять его платить вдруг, понимает, что, а тебе куда деваться, ты по-любому с ним пойдешь на сделку, потому что ему нужно выцарапать эти деньги, он начинает выворачивать республики, будем говорить так, руки. Вот то, что я эффектно Башнефти четко посчитал, 20 миллиардов, которые они должны нам были заплатить в налогах, они нам перечислили в виде дивидендов. В принципе, конечно, баланс, ну а так-то мы еще и дивиденды могли бы взять, да ведь? И, опять же, я знаю позицию Роснефти с желанием не платить эти дивиденды, потому что у той же той Роснефти возникли вопросы. В 22-м году было письмо, оно даже у нас было, в ГКУ информационно-аналитический центр, о том, что Башнефть просит отчитаться. Мы прямо с четкими цифрами, мы вот столько-то перечислили на фонды, вам на рекфонды. Я видел это письмо. Да, и пока вы нам не скажете, куда вы потратили деньги, мы больше перечислять не будем. Я ведь еще какую историю посчитала? Вот смотрите, ладно, предположим, доходы. Я могу просто сказать, они не растут. Даже вот к черту эту инфляцию, да, то есть, которая сама по себе эффект базы в налогах, что приводит? Это вот ростом рот, да, который по-любому у вас НДФЛ будет расти. Это не какие-то спецзаслуги, то, что у нас начали люди платить, да, или там растет экономика. Нет, у нас как раз налоги, в принципе, стабильная цифра одна и та же. Вот те, кто привык платить определенную цифру, но расходы. И вот если мы провалимся в расходы, и ваше собственное издание приводило эту цифру 170 миллиардов, да, за период у нас влито федеральных денег. Федералы, кстати, на Хабирова не жалели, отдают должное, да, влито сюда от души. Но что это означает? 170 миллиардов, это, наверное, на секундочку, та же зарплата, это те же материалы, это тот же НДС. Так вот, если я уже беру зарплату наших жителей Республики Башкортостан, что-то я не увидела вот этого увеличения. Вот последняя цифра бюджета у нас около 311 миллиардов, 170. Это полбюджета нам влили еще Республики Башкортостан. Я что-то не увидела увеличения в кратном размере, да, зарплат. Я вот о чем говорю. Я скорее наоборот вижу, что у меня две трети территории ниже МРОД как получала, так и получает. И увеличивая МРОД, от этого просто ничего не происходит. У нас люди живут бедненько, соответственно, НДФЛ платят бедненько. А расходы, которые мы осуществили, я их в налоговой отдаче не вижу. И самое главное про инвестиции. Вы можете рисовать все, что угодно. Но могу точно сказать, еще за весь период ни одного рубля частных инвестиций в Республике не было. Это все скрытые бюджетные, скажем так, подачки или какие-то либо вливания. Потому что одна ситуация. У нас есть и субсидии, у нас есть эти бесконечные какие-то кредиты, предположим, от того же Рекфонда, да, своим компаниям. У нас есть какие-то бесконечные льготы компаниям, которые бесплатно получают землю, какие-то ресурсы. Это на языке Минфина называется выпадающие доходы. То есть вы бы их могли получить деньгами, отдав льготу, вы фактически подарили людям деньги. И вот таких скрытых еще, скажем так, подарочков, вот эти все концессионные, кстати, соглашения, это тоже скрытые подарочки, потому что, что это такое? Он, вроде как, концессионные соглашения частного государственного партнерства, красивые слова. Частник должен что-то вложить, государство что-то вложить. Но что делает частник? Он берет кредит в банке, а потом этот же кредит, условно говоря, предъявляет Республике, как в погашении. Вот такие у нас соглашения частного государственного, абсолютно государственного. А мы в результате, как бюджет, еще гасим эту скрытую комиссию. В итоге, что я вижу, 19-й год, да, мы шли еще ровно, 20-й год, это, будем скажем так, время сидякинских хотелок, да, вот догмата Сидякина и уже появление на горизонте команды Назарова. 21-й год, это уже все полностью власть Тони Назарова с его бесконечными программами льгот, объявленными предпринимательству кому угодно, но вы помните, да, все это... Там вплоть до пива, начиная, заканчивая, там, торговым центром и так далее. Вот про торговые центры, но когда вы провалитесь в эти льготы, вы четко убедитесь, что эти льготы получили только аффилированные компании, к тому же премьер-министру, потому что, ну, давайте так, у нас этих владельцев крупных торговых центров и бизнесов их не так много, и почему-то они как-то, не странно, принадлежат группе компании Гранель, будем так говорить. Астру, например, да. И вот эти вот все структуры, 20-й, 21-й год, под красивой легендой, да, у нас тут ковид, получили льготы. Дальше Остапу повезло, у нас началось СВО. Это уже другая история, как пошла тема послабления торговых процедур, опять же, получения вот этих всех контрактов. Почему-то очень знакомым компаниям бесконечно. Все, я не вижу этих денег в экономике. Даже, особенно, когда мы проверили вот эти вот уводы, этих денег бесконечно, у меня был только один вопрос. Где? Ну, хорошо, украли. Ну, скажем так, даже не украли, увели, да, куда-то. Но тогда у вас где-то здесь должно прирасти, я должна увидеть красивый коттеджный поселок, я должна увидеть красивое что-то такое. Так у них вертолеты появились, помните? Ну, да, кстати, вот единственное только вертолеты, но они, кстати, я, Рамиль, вас расстрою, они на бюджете. Они на бюджете полностью через скрытые компании, вот такого полугосударственного типа, типа корпорации развития, они все обслуживаются бюджетом. Вот одна такая поездка, вот что им на машине не ездить, это так жизнь одного ребенка может было спасти. Один полет, вертолет, это несколько миллионов. Но они себе не отказывают в этих тратах, а потом бюджет не может, например, на лекарства, на больницы и так далее. Ну, это свинство, конечно. Но вот с точки зрения экономики, инвестиций я не вижу, резюме. Налоговых доходов я не вижу. Я вижу только растущий госдолг. Я вижу необеспеченные обязательства. И я вижу, что по итогам 23-го года и начала 24-го года мы съели окончательно все те 70 миллиардов подушки, которые оставил Хамитов Хабирову. Мы залезли конкретно в долги. Уже непонятно кому, потому что одно дело, когда бюджет Российской Федерации контролирует бюджетный кредит, а вот эти вот все схемы частного государственного партнерства, я даже не знаю, сколько там может быть предъявлено. Никто эти договора видел, никто. Мы даже не понимаем этот объем. Я думаю, в будущем, у будущего главы сюрприз еще будет с разборками по этой финансовой части. И самое главное, я не увидела это не в доходах людей, которые как бы должны были, по идее, быть наняты на исполнение этих госконтрактов и так далее, да, расходов. И не увидела даже в виде украденных денег, в виде какого-нибудь маленького городка, возникшего, да, там, а-ля Дубай. Вы их вывели просто. Вы их вывели просто совсем. Ходили ли они вообще в республику, или это чисто финансовая афера? Я уже тут, как говорится, давайте не буду утверждать, это уже работа правоохранительных органов. Но я их даже в России не вижу. Вот это вот в сухом остатке. Потому что в России на эти деньги можно было бы тоже построить маленький город. Я не вижу. На карте появился какой-нибудь город? Не знаю. Но если только где-то в районе Рублевки. Ну вот смотрите, про инвестиции, о чем вы говорите, то же самое вот так же говорит и экономист Сева Спивак. Он говорит, что инвестиции инвестициями, если в них вкладываются государственные деньги, это должно быть как-то все равно в каком-то производстве, в товары отражаться. Мы этого ничего не видим в какой-то приросшей массе. Этого ничего нет. Я уже даже сейчас не хочу вас спрашивать даже про коррупцию. Все понятно, много на этом. И это вы уже даже, мягко говоря, даже намекнули прямым текстом. Но у нас же есть еще одна. Если брать социально-экономическую сферу, священная корова, это исполнение нацпроектов. Потому что я видел в ближайшие годы, но я не могу сказать, там за 23-й год точные цифры, но все, что касалось по 22-й год, ну сплошное неисполнение. Я видел по всем нацпроектам. Некоторые нацпроекты исполнялись на 100%. У нас тут ругаются, говорят, что мы вас там за больницу ругаем, но эти же больницы или эти же детсады еще стартовали в свое время при Хамитове, и они, говорят, мы построили. То есть мне вот интересно, как вы, все-таки у вас был контроли-аналитический орган, на котором вы работали, и сейчас вы все-таки понимаете, как у нас на самом-то деле все обстоит с нацпроектами. Потому что я не верю в предпобедные реляции. Ну вот смотрите, сколько бы объектов ни было, да, информационно-аналитический центр мониторил исполнение нацпроектов, причем, в отличие, наверное, единственные мониторили, как его и надо было делать. Спрашивая муниципалитетов, выезжая на объект, смотря казначейские платежи, да, и проверяя даже подписи, кто это подписывал, и был ли в этот момент, скажем так, акцептованный акт выполненных работ, были ли эти работы, скажем так, сделаны. На конце это 70%, мы говорили, не исполнение нацпроектов. Схемы разные. Пролонгация контрактов, да, то есть когда бесконечно один и тот же объект убирается, он вроде как, типа, на исполнение, вроде как придраться нельзя, но первый его срок уже истек как минимум года три, да, будем так говорить. Вот такая вот схема существовала. Или бесконечное досмечивание, да, то есть когда объект на рубль, а вдруг мы его делаем на 10 рублей, да, и такие вещи. И на конце они все с недоделками, они все практически с какой-то выпиющей экономией на материале. И самое-то главное, фактически на следующий день многие закрывались на ремонт. И вот это еще игра, вот это понятие акт ввода в эксплуатацию и акт сдачи объекта. То есть на самом деле у нас очень много объектов, которые не были сданы официально, а именно введены в эксплуатацию, фактически недостроенными, то есть недоделанными. Вот много чем прикрывала республика, скажем так, те прогалы по работе с нацпроектами. Но самое-то главное, ранее мы уже говорили об этом. Я вот очень хочу увидеть акт проверки федерального казначейства. Почему его нам не опубличивают? Вот там вот безапелляционная, я думаю, информация. Уже и так секрет полишенели, что была проверка, она проведена, были найдены нарушения. Но если вы республика Башкортостан, как говорится, чистенькие, белые, пушистые, ну покажите его, наверное, в этом акте это все написано, и тогда вот наш сегодняшний с вами разговор, он будет просто бессмысленный, да, вы можете нас обвинить. Нет, не сделано. Что сейчас происходит? Да именно поэтому они их доделывают. Как могут, как успевают. Опять же уже история с нацпроектом, на самом деле давайте так, Российская Федерация закончилась. Сейчас вот после послания президента это уже не нацпроекты, это немножко другие цели, это уже другой этап федерального финансирования, совершенно другие задачи. Все те начатые школы, больницы заложены, они у нас идут, ну, наверное, сколько-то Хабирову дадут времени достроить, но они их должны достроить. Пока исполнения я не вижу. Да, по срокам, скорее всего, вы пролонгировали все договора, которые возможны. Формально докопаться вроде как нельзя, да, но подождем, пока я тоже могу сказать. На тот момент, когда я увольнялся с ГК, это было 70% неисполнение нацпроектов, вот скажу так. Хорошо, надо все равно все-таки положительное что-то увидеть. Вот люди-то говорят о том, что, например, что, но все равно у нас крупные объекты строятся в республике, там-то развязка, здесь восточный выезд, там центр борьбы и так далее, и так далее. Ну, люди говорят, ну, жить-то вроде становится визуально-то веселее. Вот давайте так, я могу честно улыбнуться в двух факторах. Одно могу сказать. У нас, в принципе, конечно, появились дороги, вот это я даже без комментариев, дороги были заложены, и они начали появляться. Это хорошо. Но там другой побочный эффект. Это качество этих дорог. Вот понимаете, мы сейчас замахнулись, вот если бы я еще рядом не жила, я бы ничего не сказала, да, вот эти южные ворота. Вы их начали? Замечательно. Нужна была там дорога? Старая, застарелая проблема? Конечно, нужно. А вы закончите. Потому что анонсированное исполнение этого проекта к осени 2024 года. Осталось полгода. У нас там конь не валялся. Если вы сейчас за полгода тяп-ляпс ворганите эту дорогу, ну, вас проклянется ауфа ровно через год, когда зимой полупается вот эта вся история и превратится в то, что невозможно не пройти, не проехать. Восточный выезд. Уже вот многие ездили. Ну, сейчас я даже не про деньги и даже вот не про саму надобность восточного выезда. Ну, я вот буквально вчера брала интервью у Искандарова Вадима, да, и он, я говорю, ездил, ездил, говорит, ну, внутри тоннеля стиральная доска, вот там еще развязка съезд неблагоустроена, да, еще пока. И он так еще на позитиве говорит, а меня ужас берет, потому что я знаю статус этого проекта, когда он должен был быть закончен, на самом деле, год назад, и в каком качестве он должен был быть закончен. Ребята, вы его не закончили. То есть вот на конце вы не закончили этот восточный выезд. Он из-за этого, сколько в него еще денег надо будет вложить, чтобы его закончить. Я так поняла, Российская Федерация, как вы только читали, что мы все, она, извиняюсь, уходит с этого проекта. И на нас вот эта конструкция, вот этот тяжелейший объект ляжет нагрузкой на наш бюджет. Там вообще нет ни одной развязки, толком доделанной, потом там же населенные пункты, эстакады, все прочее, там ничего нет, там даже нету стоянок, где можно остановиться. Торговля, даже самый придорожный сервис, и самое главное, это вот, я насколько поняла, самая главная претензия, это выезд в никуда. То есть округа Галю, вот этого перехода, да, скажем так, улиц, чтобы до М7 доехать без проблем, его тоже нет. С социальными объектами. Вот давайте так, всегда Минфин был, например, в свое время против, скажем, строительства социальных объектов за счет бюджета. И вообще вот этих центров борьбы, неважно. Почему, объясню. А потому что потом этот объект надо содержать. И вот каждый тадж-махал, вот такой, с замахом сделанным, он стоит столько, и дай бог, мы будем получать вот этот социальный эффект. Поэтому еще в бытность Муртазы Губайдулыча расходы на эти объекты брала на себя, например, Башнефть по всей республике Башкорстан. Кстати, именно потом Башнефть именно с уходом в бытность Хамитова сделала все, чтобы спихнуть обратно эти объекты на республику. И у нас были многие стоящие законсервированные объекты, потому что республика не имела денег их обслуживаться. Ну вот пример, как дворец нефтяник превратился в ГКЗ Башкортустан. Да, 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 именно вот эта история. И я сейчас тоже с ужасом думаю, мы сколько этих дворцов настроили. Да, пока Российская Федерация финансирует стройку, предположим, мы там зашвем часть затрат. А дальше кто это будет содержать? Башнефть это не нужно. Кто у нас еще из богатых компаний здесь остался? БСК будет содержать? Так она сидит себе в Старлетамаке. И даром у Фани нужно у нас вот это... Да, она в Старлетамаке-то отказалась от своих объектов. Кто? И я понимаю, что это вот, знаете, такой памятник долгостроя. Вы опять же внутреннюю отделку еще не закончили. Сверху-то, может, эти фасады и будут красивы. Поэтому, вроде как, да, а с другой стороны, вот это вот, ты понимаешь, мы это содержать не сможем. Парки. Та же самая история. Спасибо большое ради Фарита. Вы чего вот здесь я без лишнего ерничаю, не говорю честно. Благоустройством парков мы занялись. Появились какие-то определенные ухоженные территории. Наконец-то. Долго, нудно, с некачественной плиткой, с некачественным благоустройством, но все-таки территория какая-то появилась. Здесь только один вопрос. Оно столько стоит вот у всех людей. Но я даже готова вот на эту историю закрыть глаза. подождем. Вот опять же, а дальше что? Дальше кто этот парк будет вести? Потому что, когда я видела, например, на парке Оксакова капитальную конструкцию из кирпича и бетона, которая простояла там сколько лет? 60, наверное, да, было? И она стояла, а когда мы сейчас несли и поставили что-то между пластиком, я не поняла, честно говоря. Но это как-то пиксельная елка. Рухнет скоро. Вот может рухнуть при любом веет реконструкция. А если что-то произойдет, я опять же не понимаю, кто будет вести обслуживание малопригодного, скажем так, без обслуживания объекта. То есть за всем этим надо ухаживать. Пока не знаю. Раньше всегда договаривались, что кто-то потом заберет себе на обслуживание. Сейчас я четко понимаю, повисает на бюджете. Поэтому при одном плюсе, да, появились благоустроенные территории. Я вам, уважаемые жители Республики Башкортостан, сообщаю. Ни зарплат, ни больниц вы пока не просите, ни лекарств. Мы в парках гуляем, вот так здоровье улучшаем. Понятно, понятно. Грустно, конечно. Тем не менее, хотелось бы немножко к более общественно-политическим итогам пройти. Мы понимаем, что Радьев Харич, когда пришел, его первые слова будут, давайте перестанем делиться на хабировских, рахимовских, сарбаевских и прочих. Он там обещал примирение, даже он Раэль Савахич в команду сарбаева того же поначалу втянул, да. Но, тем не менее, с самого начала пошли конфликты. Да. Как с членами старого, скажем, команды Хамитова, которые остались еще при правительстве, которых там моментально, через месяц с слововыми пинками и руганью выкинули, да. Так начались внутри команды конфликты. Опять же, конфликты начались там из городской среды, имею в виду, транспортниками, И такое ощущение, что ни один из этих конфликтов там, позднее уже там, скажем, с широкой общественностью, в том числе башкирской, да, с экологической общественностью, ни один конфликт сегодня так и не завершен и не вошел ни в какую стадию. А они как бы все перманентно накопились и так далее. Вот так ли это? Хозяин Барин это называет. Слово дал, слово взял. Вот у Хабирова это абсолютно вот эта штурмовщина и непонятный популизм на сложных темах. Да, ты пришел. Я понимаю, что тебе Москва дала приказ найти консенсус в обществе, да, и подружиться, стать неким таким объединителем, скажем, старых элит, новых элит, боковых элит, ну и опять же, своих красногорских сколько сюда привез. И я честно помню этот период, я прям напряглась, я такая думаю, надо дружелюбно, надо попытаться их, вот этих красногорских, интегрировать. Я со всеми почему и перезнакомилась и постаралась очень много объяснить. С кем-то подружились, с кем-то не очень, да, но не суть. На конце, собственно, все, может быть, бы и все не послушались, но это же хаверский характер. Я ему доверяю, я этого люблю, и он не умеет, кстати, вот он честный, Рамель, в этом отношении. Если он кого-то не любит, как его не заставляю, он все равно вылезет вот этот негатив. И я эти негативы увидела уже потом, соответственно, пообещав, там уже Сарбаева, да, кстати, вот эту вот, показав лояльность, он же его сам потом убрал с субъекта. Убрал жестко, убрал некрасиво, и самое главное, не объясняя другим людям, за что. И у нас много таких были, скажем так, непонятных ротаций, когда, и даже вот на мой пример. Ну хорошо, объясните мне, Радя Фаредович, за что вы ликвидировали ГКУ информационно-аналитический центр? Если как показала практика уже по истечению двух лет, да, все нормально, да, все мои материалы вроде как нужны, и мне вот сейчас районы звонят и говорят, Делар Закон, придумай как-нибудь, ну ведь нам нужна твоя информация. Я говорю, ребят, ну я-то что сделаю, идите с ним, разговаривайте. Вот если он кого-то не любит, вот все. То есть он почему-то считает, что все ему постоянно ножик в спину втыкают? Не ножик в спину, вот недостаточно раболепное смотрение в глаза. Настолько вот у меня все-таки ощущение этот эгоцентризм в нем присутствует. Ну это ущербность на самом деле, это комплексы. Вот этот комплекс, когда его выгоняли из республики, мне ощущение, вот он никуда не делся. Он до сих пор доказывает, я вас все равно, условно говоря, заставлю себя любить. Любите меня. И если ему кто-то говорит, да нет, ну не хочу любить в принципе тебя, могу в принципе равнодушно относиться. Или наоборот, пытаются ему помочь со словами сказать, ты здесь не прав, просто органическое неприятие и отторжение. Ладно бы отторжение, он же уничтожает людей, он же, в отличие от многих, реально начинает мстить. Очень мстительный при этом. Вот это я могу отметить. Не признает ошибок, и даже когда уже жизнь доказывает, и даже Москва звонит со словами, ты что там творишь, он же не признает ошибки, он все равно, как это, усюзлик, да, стоит на своем и все. Нет. Ну, наверное, ему так нравится в этом имиде быть. А вообще у нас сейчас какие-то, условно говоря, сохранились, скажем, различные элитные группы, элиты в республике, с которыми, в принципе, ему приходится взаимодействовать или ему все равно, он выстроил все под себя уже? Да нет, я по-другому скажу. Те реально уважаемые люди, которых мы, как бы, понимаем, можем назвать, как элитные группы, да плевать они на него хотели. С тобой, ну, точно так же, слушай с Кремля на начале, да, помочь главе. Многие откликнулись и пришли, подождали. Кто-то подождал, кто-то не подождал, кто-то сразу, да, вступил в сотрудничество. Но ты же не слушаешь. Ты же, ладно, не слушаешь. Ты же, твоя команда ворует то, что тебе денег дают там, или какие-то благоприятные условия создают. Вот я же говорю, еще раз, вот это вот же Роснефть. И они все отшатнулись. Не плевать они хотели. И вот сегодня, как раз мы и наблюдаем вот этот вот эффект одиночества Хабирова. Те подчиненные, которых он, как говорится, себе набрал для того, чтобы они говорили, какой он великий, сидят у него в администрации. Ну, это не элита, давайте честно. Это такая некая рабская история, при которой бюджетники, мы их сейчас вот хорошее слово называем. А реальные элиты, все, все отошли. Он становится очень сильно нерукопожатным. Невзирая на те преференции, бонусы, должности главы, он становится неинтересен реально серьезным людям. И поэтому сегодня, если такой запрос, спроси любого, нужен тебе Хабиров? Да нет. Завтра поддержишь другого? Да с радостью. Нет, поэтому, наверное, возможно ли, что ему сейчас именно прямо в этот момент тяжело добиться, скажем так, вот этого добра, который ярлака получить на следующее княжение, скажем так, да потому что, в принципе, он уже мало к кому может обратиться. Ну да, мы же наблюдаем и вот это вот бесконечно горячечное передвижение по Российской Федерации, по всем знаковым, скажем так, губернаторам, лицам, да, первым лицам. Мы понимаем, что кулуарно идет такой разговор о том, что не окажется ли вы лояльность конкретному лицу в случае там замолвить слово перед президентом, назовем это так. Потому что те, нехорошее слово, косяки, да, которые выплыли, вот особенно конец 23-го года и начало 24-го. Ох, я не думаю, что вот эти знаковые лица, да, в том числе в федеральной повестке, положат свой имидж, опыт, статус, да, ради какого-то местечкового главы, подчеркиваю, они всегда легче выстроить взаимоотношения с новым будущим. Как же все-таки сложилось, как вы считаете, отношения с теми же силовиками? Потому что, ну, слухи-то прорываются, силовики-то по большому счету команду обложили, у нас такое количество уголовных дел в отношении членов команды Хабирова, что тут удивляться остается. Но при этом он сам относительно, скажем так, остается в сохранности, хотя понимаю, что определенный градус раздражения у него накопился. Как у него с ними-то? Или у него все-таки есть там люди, которые способны переговариваться? Ой, это, вот тут я вот точно в курсе, как это все происходит. Ну, давайте так, система кураторов, давайте вообще прямо от Федеральной службы безопасности над госорганами, она есть. Это официальная работа той же Федеральной службы безопасности с государственными структурами, и у каждого органа власти, министерства обязательно есть свой куратор от ФСБ, с которым мы обязаны общаться, обмениваться информацией. И, естественно, статус куратора самого главы он несколько выше. Он все-таки от Российской Федерации. И у него есть свой знакомый ФСБшник, будем так говорить. Их даже несколько, потому что в силу тех должностных моментов, в которых он двигался по, скажем, карьерной лестнице, ну, так или иначе, вот рабочие контакты с кураторами остаются. Они у меня есть, и у вас, Рамиль, если вы когда-нибудь пересекались с этой историей, наверное, есть. И я, естественно, могу там пару номеров набрать, да, скажем так, когда мне надо поинтересоваться. Но я точно знаю, что, во-первых, материал по команде Хабирова пошел сразу. Силовики сразу вошли в работу. И там было, что брать. Но у них есть приказ в плане создать, ну, скажем, был такой, не приказ даже, а именно благоподдержать главу. И они сначала, прежде чем раскрывая преступление, скажем так, или предъявляя в суд, они все-таки справочку кладут первому лицу. И первое лицо должно само реагировать на эту историю. Но тут у нас возник тезис своих, не сдаю, да. И, собственно, Хабиров сам вступил в борьбу против силовиков. Логично, возникла коллизия смешная, он их начал панически бояться. Именно тех силовиков, которые заходят на министерство, которые собирают информацию, я даже знаю, что ряду силовиков, были ограничены пропуски, допуски в дом правительства. Просто закрыт вход в надежде спрятаться. Он просто дрожит от появления определенных лиц, скажем, в своем кабинете, когда как раз приходят доклады с правки, скажем так, и принимать решение, что делать-то будем, или мы в Москву, условно говоря, уже доклады. Более того, я подчеркну, он перестал даже проводить вот эти советы безопасности. Тут столько страшных событий в последнее время происходит. Рамиль, ни одного совета безопасности я не слышала, что собрали хоть раз. За последние полтора-два года точно. Их не собирают. Это означает, что ты сам за силовиков. Да нет, он их боится. Потому что он прекрасно знает, у силовиков лежат тома. В принципе, они готовы предъявить в любой момент, но в отношении первого лица все-таки включается статус, скажем так, отмашки Кремля. Вот и все. И все силовики уже при моей-то памяти последних года, четыре, просто ждут отмашки Кремля. Материал просто с каждым годом только растет, 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 растет. Но они по-своему, да, показывают работу. Вот эти задержания, коррупционные дела и так далее. Ну, в доступной, скажем, форме они уже происходят. Ну, вот у нас тут, что не могут, видать, на Москву отдают, раз гранелью тоже занялись. Ну, мы в этом еще говорим, коснемся. Ну, вот смотрите, я здесь хочу вам задать. Мы сегодня говорим, в принципе, даже в нашей так недлинной беседе, но в общем, в общем и в частностях мы видим, что сплошные минусы, что сплошные неудачи, что сплошные конфликты. Почему все же ему дали добро? Настолько вот, неужели в Москве, в стране вот настолько деградировали критерии, которые были к работе губернатора? Ко второму сроку имеете в виду? А здесь все очень просто. Вот, то, что я отдаю должное Хабирову, он коварный, да, в хорошем таком вот бюрократическом, скажем, аппаратной игре он коварный. И все, что я вижу вот с этой точки зрения, он себе здесь фактически конкурентов не оставил. Он зачистил поле, да, скажем, из вот этих весомых фигур. И даже, предположим, того же Сарбаева нет-нет. Все, кого можно, отправили в Москву подальше, да, остальных, ну, скажем так, просто исключили из деловой повестки, убрав, да, скажем, с каких-то знаковых должностей. И у Москвы сложилась странная ситуация, что, опять же, вот эта ненависть тоже я ведь фактически открыто говорю к Хабирову, да, Хабиров, уезжая куда-нибудь, или вообще вот сейчас часть народа говорит, пожалуйста, силовики, все-таки примите его все-таки на срок, в смысле, не на главство, а скорее на уголовный, тюремный, привело к тому, что следующий, скажем так, конкуренты Хабирова из линейки Кремля, то есть засланные казачки, как у нас их называют, они не смогут сюда прийти, во-первых, запрос общества на внутреннюю кандидатуру, все-таки вы заклебали нас в Кремле присылать неведомо кого и Хабиров, ярчайший пример, во-вторых, да и те проблемы, которые мы сегодня с вами перечисляем, да их же решать придется, вот зачем людям хорошей, скажем так, федеральной репутации со своим имиджем сегодня идти не в процветающую, а в убогую республику, на секундочку, с проблемами, с населением, которые, которые вот в силу после Баймаксов событий, раскачали до нацфактора, и я понимаю, что Кремль, даже если бы захотел, он не пришлет сюда на погибель кого-то, потому что автоматически это лицо поймает вот этот негатив общества, который идет отсюда. Более того, ну давайте так, федеральная повестка ужесточается, да, и население всегда плохо реагирует, да, на такие великие изменения, и Кремль знает, что, скорее всего, население завибрирует, да, в каких-то вещах, потому что вот этот, ну я даже назову некрасивое слово, репрессивный, да, сейчас характер действий со стороны федералов, он имеет место быть, непонятный пока населению, и вот эти эффекты будут ловить губернаторы. Ну я так поняла, что добро дали, что все равно Хабирову не жаль. То есть, чем вводить новое лицо, да, и похоронить его карьеру фактически, они, ну, условно говоря, добивают Хабирова. Вот это не совсем понятно, это не то, что его поощрили вторым сроком, это пока, будем так говорить, надобив ситуации. И поэтому я не думаю, что второй срок настанет, Рамиль, на самом деле. Ну или это будет просто временная какая-то часть лаг. Да, его могут убрать через полгода после выборов, его могут убрать на следующий год после выборов, но что-то мне сдается, что он не доживет даже до самих выборов. Вот все-таки я абсолютно сейчас уверена, что ситуация сложилась именно в силу того, что я перечислила, очень уникальная. Дело в том, что сами выборы, вот даже, ну, получив вот этот ярлык на княжине, да, он ведь имеет один побочный эффект. Выбор это все равно придется делать. А выборы тем и характерны, что это как минимум три кандидатуры. Вот так закон звучит. Даже Курултай должно быть представлено как какие-то другие фамилии, кроме Хабирова. Они должны быть. И вот тут основная интрига. Кто это, как он это назовет и кто их назовет? Потому что формально это партии. То есть это кандидатуры партии. У нас четыре парламентских партии. При этом я точно знаю, что, например, новые люди отказались выдвигать свою кандидатуру. КПРФ не определилась. Что там у нас осталось? Ну, Сухарева мы не воспринимаем, да, как кандидатуру. Ладно, вот он, спойлер. Вот он, спойлер Хабирова, Сухарев. И то, я думаю, в принципе, ЛДПР, если не захочет потерять какие-то имиджевые позиции, она даже Сухарева может не выставить. Почему нет? И тогда у нас остается Единая Россия. Ну, если Единая Россия выставляет Хабирова, тогда где альтернатива? То есть все равно она должна быть хотя бы две кандидатуры. И вот тут самая главная интрига. И возникает вопрос. Федеральных нельзя. А из внутренних? И вот здесь Рамиль как бы нескромно не было. Да, я кроме меня никого и нет. Я единственное сегодня сказала, я хочу быть главой. Сделала все для этого. Презентацию провела, условно говоря, с людьми познакомилась, компетенции соответствуют. Что не так? Со мной одно только не так. Со мной, да, наверное, Российская Федерация, ну, как скажем, побаивается, может быть, в каком-то отношении. Потому что я равно принимаю эту критику, да, необычно на национальный субъект назначать женщину. Для некоторых я так и осталась темной лошадкой. И погонять, скажем так, в федеральном поле федеральных должностей, да, у меня опыта вот прямого федеральных должностей его нет. Есть такой момент. И поэтому я думаю, что Кремль меня запустит. А если вот не запустит, тут тогда уже, ребят, возникнет очень странная ситуация. Не так уж и много кандидатур на должность главы, даже для того, чтобы поучаствовать в выборах. Вот мне сейчас само даже интересно. Ну, мне почему-то кажется для Москвы крайне сегодня важно принять правильное решение. И даже если партии меня не предложат, там остается еще одна интрига. Вот это мало кто знает. вплоть за неделю до выборов президент Российской Федерации имеет право сам ввести кандидатуру. То есть когда партия предлагает ему своих кандидатов, на самом деле есть еще один технический момент. Президент же предлагает Курултая кандидатов. Он может предложить свою кандидатуру. И поэтому я думаю, вот эта интрига с выборами, кто пойдет на сентябрь у нас, она очень еще впереди. И я точно знаю, что если меня запустят на выборы, я их выиграю. Вот это я абсолютно уверена. Хорошая похвальная уверенность в этом, тем не менее. В завершении нашей передачи сегодняшней нашей встречи хотелось бы спросить вот тоже актуальная тема, которая запустилась. Но она также связана опять же с Раджи Фаридовичем. Это событие вокруг Гранели и опять же перспективы судьбы премьер-министра Назарова. Потому что у меня есть ощущение, что Назарова уже скоро не будет на этом посту премьер-министра. И у меня такой вопрос. какие перспективы бизнеса семьи Назаровых в Гранели? Это все-таки какая-то попытка отжать у них предприятие где-то в Подмосковье? Или опять же давление скажем на него как на премьера-министра республиканского соответственно будет ли он уходить? Но у меня есть личное предположение, что не будет он уже больше премьер-министра ускорее? Да я соглашусь с вами, Рамиль, это не то, что не будет. Его точно не будет. Давайте так, все-таки весь тот том негатива, который накопило, это двоится все-таки. И давайте ответственность не перекладывать исключительно на Хабирова. Именно эти два человека довели республику сегодня вот до такого состояния, помогая, мешая друг другу. Не суть, но два человека. И вот этот негатив, который сегодня идет от населения, он к двум людям на самом деле направлен. И самое главное, что оставляя Хабирова, предположим, если все-таки Москва озвучит это, хотя я буду очень сильно удивлена, и только вот один вариант, который я озвучила, могу принять, то получается все равно сакральную жертву надо принести, иначе люди станут против Москвы. Ну давайте так, республика вообще тогда перестанет подчиняться Москве. Я могу как доктор сказать, может быть не завтра, но в течение полугода мы просто постепенно, постепенно начнем игнорировать федеральную власть. Это не есть хорошо, я думаю, Кремль это тоже понимает. И поэтому Назарова уберут, тем более есть за что. И вот это все его назначение, это мягко скажем, белыми нитками шито. Отнимет ли оно по дороге бизнес? Отнимет. Сейчас очень хороший тренд на отбор бизнесов по всем субъектам. Речь у кого в общем-то проходит конфискация. Опять же есть за что. И поэтому мне неинтересно с кем там Назаров поссорился. Я точно знаю, он скоро будет безработным и бедным. И прошу кстати вот этим всем бизнес-структурам, если мне как аналитику доверяют, принять к сведению. Он вам больше неинтересный друг, будем так говорить. Что произойдет потом? И поэтому не важно чем будет заниматься Назаров. Долго или коротко его либо разденут, либо посадят, это уже мне его судьба не волнует. Он уедет из республики, скорее всего, я думаю, даже из страны на самом деле, потому что при том уровне набора приключений, которые он словил уже по налоговой с Гранелью, и конфликтов внутри субъекта, и конфликтов, насколько я поняла, и, скажем, внутри губернаторского корпуса, уважаемого, включая Московскую область, я думаю, бесследно не пройдут, ему бежать пора. Раз. А если уйдет Назаров, которым, кстати, при всем, при моем личном негативе как человеку, я отдаю должное как человеку, который решает проблему. Он все-таки, ну, давайте так, хорошо прикрывал спину господину Хабирову, где Хабиров, мягко скажем, лажал, Назаров, как экстренная пожарная команда, все-таки тушил пожар. Как умел, так и тушил. Это другой вопрос. Решал вопросы. А вот теперь, Рамиль, вот элементарно задайте себе вопрос. Вот оставили Хабирова без Назарова, премьера, министра другого, нет, кто такой. Я вот и хотел спросить, у нас есть в республике такой человек, который, в принципе, сопоставим, который может заменить действительно Назарова для Хабирова? Вот я сейчас как раз отвечу. Поэтому я вот договариваю первую фразу, я скажу просто одно. Месяц будет достаточно, Хабиров где-нибудь накосячит так, что, ну, извиняюсь, дядя Вова подсотрет салва и скажет, да иди ты уже, надоел. Вот не помогаешь ты себе никак. Поэтому я считаю четко, Хабиров без Назарова не справятся. Теперь второе, да, лицо. Предположим, Хабиров захочет вместо Назарова назначить кого? И вот тут самая странная история, которую я, наверное, озвучу все-таки сегодня. Во-первых, профессионалов в периметре Республики Башкортостан нет. Потому что, вот давайте так, тот же, всего два вице-премьера, один Бодранов, другой Муратов. Муратов, скорее всего, за своим шефом тоже быстренько покинет кресло. Бодранова, давайте так, мы уже знаем, как к нему Москва относится, его не согласовывают, и, ну, он не специалист. И не уровень. И не уровень. Сегодня очень большой запрос на экономиста, прям профессионала в Республике Башкортостан. И единственное лицо, которое сегодня из внутренних проходит, это только те самого Лира Закуанова. Да, это моя сестренка, потому что у нее сегодня статус и вице-премьера, и это Минфин, у нее идеальные взаимоотношения, и, вот скажем, даже с Забелином, с Текущим, у нее реально ровные отношения, и даже с Назаровым и с Хабировым, вот просто, она его человек. Это я точно говорю. Риск того, что ее назначат, именно риск, я для себя говорю, премьер-министром очень высок. Анкетные данные идеальные, послужные идеальные. И элементарно, для того, чтобы купировать активность Гундоровой, это был бы, ну, скажем так, политически грамотный ход. Убить Гундорову как фактор, да, ну, что дела Розакуановны против Лиры Закуановны не пойдет. Могу сразу сказать, ошибаетесь, Кремль, республика, вдвойне пойду. Меня не устраивает. Это кандидатуру тоже. Ну, вот, да, злые языки-то постоянно задают вопрос. Уж в завершении, ладно, сейчас по-настоящему завершению. Злые языки неоднократно говорят, а не является ли Гундорову сама, собственно говоря, проектом, той же Икти Саму, или даже самого Ради Афаритовича с целью избавления от господина Назарова? Ну, всегда говорила, для этого надо знать меня лично, и те, кто нас, сестренка, ставится на кровну, очень сильно ошибаются. Мы очень разные люди. И более того, те, кто являются ее друзьями, никогда не будут моими друзьями, и те, кто мой друг, никогда не будут. Это так сложилось, скажем, давно. А с сестренкой я не общаюсь уже вот более двух лет. На это есть основания. Не хочу вытаскивать это совсем на поверхность, будет некрасиво выглядеть, что я как будто что-то там наговариваю на министр финансов вечно недовольную Гундору. Нет, есть основания. Озвучу самое главное. Она член команды Хабирова. Абсолютно его. И абсолютно Назаров. Сказать, для меня этого достаточно на сегодняшний день, чтобы сказать, я не хочу. Я не могу, поэтому, являться членом команды Хабирова. Хабиров меня органически не переваривает, как и не переваривает господин Назаров. Потому что то, скажем так, убирание меня из периметра республики, хотя на самом деле политически выгодно было бы меня как раз внутри сохранить и где-то так, скажем, подергиваясь за ниточки, использовать. Как раз они допустили ошибку тем, что я ушла. Ну, точнее так, это была целая спецоперация, чтобы не уйти. Я до сих пор еще отбиваюсь от претензий республики, суды не закончены, я воюю. И воюю сегодня буквально за свою свободу, за свое право работать и жить в этой республике. Потому что делается все, чтобы, ну, скажем так, я не просто покинула периметр республики, ну, как говорится, духа не осталось. Я даже более того скажу, наверное, сейчас, вот, Рамель личную вещь. Когда в 2022 году уже было понятно, что меня убирают и был вот этот расклад. Я же аналитик в отличие от некоторых. Я могу сделать прогнозы даже по себе года на два, на три и всех действующих лиц знаю особенное их внутреннее поведение. У меня был даже вот разговор со своим замом и прямо я четко понимала. То есть мне не дадут работать, меня выкинут за периметр, не важно, там Москва куда-нибудь я, то есть поеду работать. Моя семья, мои дети не переедут. У меня все-таки два несовершеннолетних ребенка, которые учатся в школах здесь и муж не переедет. У него здесь мать и он останется с ней. То есть вы фактически не создаете ситуацию. Опять же, Москва, извините, это не билет в рай, да, которому интересно жить или там в котором можно сохранить должность. Я четко поняла, вы лишили меня любимой работы, вы лишили меня право на будущего, вы мне пытаетесь разрушить семью, вы меня пытаетесь разлучить с детьми. Я не знаю еще, какое они должны были против меня преступление. Вы, кстати, заблокировали меня начисто экономически с точки зрения, что даже зарплату я не могу сегодня до сих пор получать, потому что на работу, условно говоря, скольких людей они попросили меня не принимать, это отдельная история. я до сих пор еще не получаю зарплаты ни копейки и нигде, вот уже практически больше полутора лет благодаря этим лицам, которые, извиняюсь, звонок работодателя. И я поэтому точно понимаю, за что я сегодня сражаюсь. Я не могу быть их спойлером, потому что лиц, которые фактически меня сделали все, чтобы уничтожить, вот теперь я не то, что злая, я просто злая, память у меня хорошая. И я считаю, что они ни перед чем не остановятся, ни перед кем не остановятся. И поэтому то, что я вижу в республике Башкортосан, просто больше некому. У меня есть очень хороший мотив Рамили. Зато у вас нет ошейника теперь. Чего нет? Ошейника. Ошейника нет, это как раз свобода. И я могу, наверное, себе позволить и сказать, наверное, в коем веке у республики есть реально независимый кандидат. Я себе позволила в коем веке, наверное, реально почувствовать свою свободу независимости. Я сегодня реально никому не должна. И хочу заниматься тем, чтобы республика реально стала процветающей. Вот верить мне или не верить, не важно. Я просто выбрала цель сегодня сделать так, чтобы больше на этих должностях во власти не сидели вот такие лица. Увы, кроме себя пока назвать никого не могу. Если появятся другие, с удовольствием я им помогу. Понимаю, на этом благодарю. Я нашу гостью сегодняшнюю. Дела разоглавлены мы еще с вами будем регулярно видеться. Я надеюсь. Будем еще отслеживать ситуацию, потому что помимо того, что, скажем так, если те события, которые сегодня на днях буквально произойдут в Москве, там все равно последует определенный ряд процедур и так далее. Мы будем их всех комментировать, отслеживать ситуацию. Ну и, как говорится, будем сверять часы, как сбываются наши прогнозы. Спасибо, наши уважаемые зрители. На этом я благодарю вас. До свидания. Спасибо.